Субтитры создавал DimaTorzok Вітаю, з вами Шахімат, мене звати Андрій Нікітін. Сьогодні ми говоримо про суспільну політичну ситуацію в Україні та світі. У нас в гостях політолог, доцент ДНУ імені Олеся Гончара Андрій Клячин. Пане Андрій, я радий вітати вас у нашій студії. Власне, хотів би почати розмову з новини останніх часів. Фактично про це багато сайтів написали, в тому числі вночі. Це фактичний дефолт Російської Федерації. Тобто неспроможність виплатити по своїм борговим обов'язкам. І власне, що це означає і для Росії, і для України, і для світу загалом? Ну, суверенний, так називаємо, дефолт. Тобто він виплатився, тому що банки російські відключити від фінансової системи, плюс заморожені активи. І, відповідно, можливості розплачуватися в валюте у Росії немає. Тобто, ця реча була ожідаємо. Ожідаємо навіть раніше, але удалось яким-то образом, де-то в обход санкцій, де-то. Тобто, механізм, а в даному році, це не політична реча, більше економічна. В прошлі раз, несколько місяців назад, це внукнуто. Тобто, зараз це естезний шаг. Все розуміли, що активи заморожено. Денег. Тобто, в рублях відказуються приймати, по крайні мере, офіційну оплату долгу. Тобто, це удар по Росії. Нельзя говорити, що це неожиданна реча, яка виведе з строю Росії, чи що-то кардинально на сьогоднішній день поміняє. Тобто, коли реча в принципі о дефолтах країн. Тобто, це удар по їх бізнесу, по їх розвитію, по інвестиційній привлекательність. Але це не крах країни. В даному році, предыдущі санкції достаточні сильні. Тобто, в даному році, це не було неожиданністью. Тому, в даному році, речі йде о продовженні санкції. В ще одному етапі. Результати цих санкцій, які, як для країни, іміджи спортят. Хоча, о ких інвестиціях ми говоримо, якщо, наоборот, крупні компанії відходять з країни. Тобто, якби там вони знаходилися до дефолта, це був б дуже серйозний удар по економіки. Так, в даному році, це один із ударів, це в даному році, така, допомога, іміджевая речі. Тобто, це те, що необхідно буде, коли буде побіда, коли закінчиться війна, тоді необхідно буде западу, так чи інакше, Росі ж не куди не діватися. Тобто, якимось, один із питань, які будуть стояти в голові угла, можливо, в переговорах, але поки чітких очертань цього немає, це результат санкції. Естественно, треба додати, що для внутрішніх російських настроень, тут особи змінень не передбувається, тому що так становилось, скажімо так, хуже. А для більшості населення, як ми бачимо, по багатьох питань, і не тільки питань, а по спільному розумінню ситуації в Росії, то я не думаю, що пересічний росіянин так відчує, що це щось таке. Тобто, якщо підсумувати це питання, саме з політичної і політологічної точки зору, технічний дефолт, який фактично відбувся, жодним чином не вплине не на структуру влади, не на ті показники, скажімо так, підтримки того диктаторського режиму, який є всередині Росії. Ні, тільки постигне те, що вороги ще раз зробили ще один удар по Росії, але ми не здаємось і так далі. Тобто, в даному випадку, чим гірше, тим краще, тим сильніше мобілізація біля лідера, біля вождя, як його ще назвати. Андрій, до іншого питання, не менш важливе, я думаю, ми більш докладно про це можемо поговорити. Новина не сьогоднішнього дня, новина вже минулого тижня, тим не менше, це досить активно обговорюють. Про це говорили, скажімо так, до прийняття рішення, я говорю про кандидатство України до Європейського Союзу, про це говорили десятиліттями, от це відбулося, і про це ще будуть багато і багато говорити. Власне, статус кандидата до вступу до Європейського Союзу, до ЄС. Яким був цей шлях і взагалі, що це означає для України набуття такого статусу? Смотрите, Європейський Союз с 51-го року, коли це було Содружество угля і стали, європейська, тобто це економічний, потім політичний Союз, який об'єдняє країна Європи. Со временем, коли ключеві, розвиті, назовемо так, країна Європи об'єдінилися, пішов прийом вже розширення, там нескільки волн було розширення, в тому числе за счет країн, там, восточна Європа. В какой-то момент, действительно, стало понятно, що є определенна проблема. Тобто, якщо раніше об'єднялись, був період об'єднення, але більш-менє країн, які могли б согласовувати юридичні і економічні випроси, то с определенного момента стало понятно, що необхідний статус кандидата, т.е. країнам необхідно підготовитися, вони не можуть сразу влитися, це буде в минус і самому Європейську, і цим країнам, т.е. невозможна така моментальна, автоматична інтеграція. Тільки-черес-фіографія. Тому, естественно, був разработан механізм, коли країна становиться кандидатом, т.е. є три ключевих программи, які позволять їй, фінансіруємі программи, які позволять їй при її желанні підготовитися, т.е. программа по реструктуризации економіки, программа по поддержці сільського хозяйства, изначальна вона так, там, в сокращенні для Польщі і для Венгриї, вона була придумана, але тепері она распространяється для всіх. Т.е. є процедура, по которой странам, во-первых, помогут подготовитися, вона буфер статус кандидата – це видножительства, т.е. є гражданство, є видножительство, т.е. це видножительство. т.е. тебе помогають інтегрироваться в общую систему, от тебе ждут, що ти себе приведеш в стандарты вот этого сообщества, т.е. ти вже в здании, ти вже в країні, ти вже имеєш якісь права, але ще не є гражданином. Т.е. в цьому ситуацію для України, я багато слухав дискуссій, що потрібно чи не потрібно, імідж – це тільки чи не тільки імідж. Прем'єр-міністр наш правильно чітко сказав, що це говорить про те, що ми почали процес вхання в Євросоюз. Т.е. це був, скажімо так, це предварительний буфер, і в принципі він мог би для нас довго не закінчиться, якби не сьогоднішня, якби не війна, якби не те, що відбувається зараз, якби не героїське поведення і країни, в тому числі, я в даному случае не говорю отдельно армії, отдельно президентів і люди, це поведення країни, яка дала можливість требувати статусу кандидата. Т.е. на сьогоднішній день дійсно є тренд України, поки що починають від нас немножко уставати Європа, в тому числі обычні граждані Європи, тим не мене тренд ще залишився, і западні політики прекрасно відчувають, що Україна, наш президент, обращаються непосередньо к избирателям, к тем, хто цю демократию робот. Тому, розумієш, що вперед тренд, розумієш, що впереди вибори, так сложилось, що ми стали кандидатами раніше, ніж це було б в рамках мирного часу, тому що в рамках мирного часу у нас є огромні проблеми, і, собственно, 7 требовань, наскільки я помню, які для вступлення нам предъявляє Євросоюз, це як раз те требования, які могли б нам, не в выполнення цих требовань, помешати стать кандидатом. Вони, прежде всего, касаються Конституційного суда, судебної системи, антиалегархівського закона, закона відмування грошей, антикорупційних органів. Тобто, якщо так резюмувати, корупція, питання судебної системи і корупції – це ключове, що нам могло помешати стати кандидатом, ну і тепер, без рішення цих питань, на членство розраховувати буде тяжко. А питання економіки. Скажімо, ми знаємо, згарств Україна знаходиться фактично у стані війни, тобто економіка переведена з одного боку на військові рейки, з іншого боку бюджетних надходжень в рази скоротилися, тобто економіку слід буде відроджувати, повертати хоча б до рівня 24 лютого на певні роки. Це якось вплине на просування України у бік ЄС, навіть у тому статусі, в якому вона вже є. Знаєте, я тут такой ответ, он, наверное, банальний. С одной стороны, це відкрить для нас нові возможности, тому що ми вже почали інтеграцію в ЄС. Тобто, як кандидат, ми можемо дійсно участвувати во многих програмах і, скажімо так, добиватися, требувати, щоб на восстановління України були определенні грантові, інвестиційні і інші програми. Тобто, с одной стороны, це можливості. Тобто, коли ми б об цьому просили, знаходясь вне здання ЄС, це одне. А коли ми знаходимося в зале, то нас, естественно, слышні, ми вже в цій системі допущені к цим можливостям. С другой стороны, да, це буде в обратну сторону испытаний, на самом деле, проверку, будем ли ми когда-то членом ЄС или нет. То есть, когда, если, если и когда начнется финансирование программ по восстановлению, станет понятно, побороли ми корупцію, создали ли ми климат, когда можна інвестировать і не бояться за свої деньги, я имею в виду іностранним інвесторам, либо в очередной раз деньги пропадають, уходять, программа не до конца реализується і так далі. Поэтому данная ситуация – это большие возможности, объективно большие возможности. И большой экзамен будет, кто победит все-таки. Готовы мы не просто осваивать, как раз вот не осваивать, а эффективно использовать деньги. Либо до сих пор будем пытаться осваивать, то есть коррупция не будет побеждена. Ну тогда будут проблемы. А вот таке питание все-таки європейский союз на сьогодні это 27 стран. И были побоевания, когда мы идем до этого статуса, до статуса кандидата в члены ЕС, по позиции окремих держав. Ну, зокрема, мы знаем Угорщину позиции, да, при владе националисты, евроскептики, Орбан, ну, досить проросийский такий політик, были питания по Угорщине, были питания по Нидерландах. Вот, с вашей точки зрения, чему все-таки удалось найти оцей консенсус и 27 стран, тобто все страны ЕС, которые поддерживали, скажем, и Украину, ну и Молдову? Тренд Украины, то есть на сегодняшний день, скажем так, были найдены убедительные аргументы, решение во многом же принималось в Евросовете, то есть это, знаете, такой коллективный президент Евросоюза, то есть там 27 руководителей государств, то есть это не Европарламент, да, где могут там голосовать представители разных государств, то есть это такой коллективный президент. Значит, были найдены аргументы для Венгрии, побоевания, было не только что, что касается Венгрии, да, там и Австрии, на самом деле эти проблемы есть у многих стран, у многих кандидатов, то есть мы часто Европу представляем как такую более-менее цельную на единой платформе там страны, на самом деле длительная история... Но ситуация с Британией показала, что цены так с Brexit. Длительная история взаимоотношений, проблемы будут в Македонии у Северной, то есть есть взаимоотношения Турции, там Болгарии, Греции и так далее, то есть настолько история тяжелая, что тут не только экономические факторы, тут у всех, у каждой из стран есть проблемы с вступлением, у каждого из кандидатов будут проблемы с вступлением, не только по причине экономики или готовности к вступлению, а потому что среди членов ЕС есть страны, которые не в восторге, во-первых, в силу исторических причин, во-вторых, не в восторге, возможно, в силу конкурентных причин. Еще один момент, который нам как кандидатам, как интегрированным в ЕС может быть в плюс, то есть когда есть общая политика квот относительно той или иной продукции, особенно сельхозпродукции нас интересует, между странами Евросоюза и между третьими странами. Так вот, в данной ситуации мы можем присоединиться к свободному движению товаров и услуг, нам это будет лучше, но, естественно, мы будем составлять конкуренцию некоторым членам ЕС, ну, там, например, из сельскохозяйственных, например, Франции. Соответственно, не нужно удивляться, что есть те, кто, есть страны, которые в силу объективных причин не очень нас хотели, скажем так, видеть интегрированные, но на сегодняшний день первый момент тренд и тренд для избирателей всех этих стран. Второй момент, я так понимаю, наступает все-таки понимание, что просто так Путина можно и не удержать. То есть наступает понимание, что это не просто опасно, плохо и где-то там, а действительно война может разгореться намного-намного шире, чем она разгорелась сейчас. Поэтому были, я так понимаю, найдены аргументы в рамках Евросовета для того, чтобы Украину принять. Возможно, у тех стран, кто нас не очень хочет там видеть, есть понимание, что от кандидатства до вступления может пройти много времени и как бы в этой связи проблемы Украины только начинаются. У нас есть внутренние проблемы, коррупция, и у нас есть внешние проблемы, нас не все хотят видеть в Россоюзе. То есть нам с этими проблемами, ну, скажем так, надо будет эффективно управляться, и от этого зависит, вступим или нет, ну и, соответственно, когда. Ну, и, напевно, это все таки и зовнішняя агресия, да, оскільки за Конституцией Украины и Донбас и Крим это невидъемные частини територий. Да, это тоже будет. Тобто, певные вопросы. И, до речи, чтобы завершить этот блок, вы так, в принципе, начали про это говорить, чтобы закончить эту думку. Чи означает статус кандидата, ну, перспектива, это означает членство УЕС, и кинцева точка? И сколько этот процесс может идти? Это год, это 10, это 100 лет? Вот как? Итак, завершаю, да, подытожим, то есть мы прекрасно, скептики нашего вступления в Евросоюз, вы видите и в сетях, и везде, то есть приводят пример Турции, да, то есть там можно 20-летиями быть кандидатом. Ну и, до речи, у Туреччины и Греции ж териториальный конфликт також, Греция в ЕС, Туречный кандидат в ЕС. У них с Турцией понятно исторически, мягко говоря, очень напряженные взаимоотношения. Ну, там мы конкретно по Греции с Кипром, то есть фактично половина под Туреччиной, это кроме Туреччины никто не вызнает. Есть еще Кипр сам по себе как государство, поэтому, конечно, соответственно, прогнозировать достаточно тяжело. У нас есть четкие вещи, на которые нужно решать. Ну, я не говорил, но резюмируем еще раз. Судебная система и коррупция. То есть без этого мы не можем просто быть членами... Евросоюз за нас не может, условно говоря, поручиться становясь членом Евросоюза. Любая страна понимает, что здесь выполняются правила общие. То есть здесь ничего не может быть непредсказуемо. Здесь правовая система приведена в единое целое. То есть она не противоречит тем более Евросоюз, это организация, которая может сама выступать как субъект принятия решений, в том числе судебных. То есть если мы не подходим под это, то все. Соответственно, вот наша внутренняя проблема, плюс каким образом мы справимся с последствиями войны, и каким образом будет складываться геополитический момент, связанный с той же Венгрией, с другими странами, которые либо у них есть к нам определенное не очень хорошее отношение, либо они будут так или иначе аффилированы с Россией. То есть все зависит от того, в каком состоянии будет на момент окончания войны России, и каким образом, насколько она будет продолжать свою вот эту агрессивно-лоббистскую политику, в том числе в Евросоюзе, либо у нее не будет сил это делать. Тогда, поверьте мне, ситуация для нас будет лучше. Но на первом месте все-таки мы внутри должны закрыть вот эти проблемы судебные, коррупционные, иначе такой, скажем так, такой сосед, имеется в виду в рамках Евросоюза, он будет нежелателен, его не сделают полноправным членом Евросоюза. Ну, снова уж так и по строку говорите пока еще. Да, ну это просто, ну это было бы нечестно по отношению и к нашим зрителям, и к всем остальным. То есть есть очень много факторов, которые могут повлиять. Если экономист, допустим, может предсказать, когда это будет экономически, то возможен форс-мажор, как сегодняшняя война, и все откладывается. Либо, возможно, там политически… Ну, скажем, когда экономика до певной меры цикличная, то там можно прогнозовать. Ну, это так, но есть политические события, которые там… Война. Чи то смена влады в той же Российской Федерации, чи то смена влады в демократичных странах, таких как Угорщина, например. То есть может измениться. То есть это нужно проработать очень много членов, поэтому я… Ну, это может быть мегапрогностичный якийсь мозг, штучный, который бы… Ну, и то, и 100% гарантии нет. Поэтому на сегодняшний день вопрос нужно ставить реальные цели, то есть выполнение вот этих вот… Закрытие вот этих вот проблем. И тогда можно будет уже говорить о сроках. То есть сначала решаем проблему, а потом уже говорим о сроках, а не наоборот. Так, Андрей, вот в рамках блоку, что касается кандидатства Украины в ЕС, вы сказали такую фразу про певную втомленность европейцев от Украины. Ну, можно говорить, что от украинцев, которые поехали туда… И так, и так. И так, и так. Смотрите, есть позиция формальная государства, да, должны… Это все в единстве, конечно, но мы должны, тем не менее, понимать. Вот позиция государства, и руководители государства не могут менять позицию, там, со дня на день. То есть у них позиция достаточно стабильная. Они ее очень плохо, та же Германия меняла в сторону, к помощи Украине. Но теперь обратно развернуться тоже достаточно тяжело. То есть здесь на уровне декларации все стабильно. Нам сказали, мы, несмотря на усталость, а все признают, что усталость присутствует, вполне естественно, будут поддерживать Украину все время. Ну, то есть пока это можно говорить о том, что пока это будет происходить. Усталость вполне естественная. Есть экономические проблемы, дискомфорт которых раньше не было. То есть с энергоносителями прежде всего. И все ожидают, что же будет в холодное время и так далее. Это первый момент. То есть сначала это воспринималось как необходимая жертва, да, но теперь уже хочется эту жертву отдать и побыстрее закрыть вопрос. А вопрос для Европы не закрывается. То есть необходимо переформатировать в том числе свой энергорынок. Это первое. Второй момент, конечно же, иммиграция. Да, конечно же, желание помочь, да, оно и есть, но тем не менее, на сегодняшний день миллионы людей, это все равно нагрузка на экономику, на других государств. И, соответственно, это, знаете, как в гости пригласить человека хорошо, а когда он долго, у тебя это уже определенный дискомфорт. Далее мы должны от государства перейти... На что мы ориентируемся? Мы ориентируемся, что пишут газеты, интернет-сайты, что происходит в сетях, то есть в этих же иностранных. То есть там действительно это вполне естественный процесс, что невозможно все время говорить об Украине. То есть начинает эта тема, в принципе, надоедать. Это вполне естественно. Газеты не могут писать одно и то же. И в данном случае так устроено, скажем так, сознание людей, медиапространство, что, чтобы быть интересным, нужно еще более усиливать дозу. А доза, в данном случае время войны, это жестокость. То есть на сегодняшний день уже столько жестокости, что, не дай Бог, что-то подобное еще будет, тогда снова будет всплеск интереса. Если нет, то тема начнет определенным образом ухасать. Это вполне естественная усталость. В этой ситуации, с одной стороны, нельзя... То есть мы должны не, условно говоря, не надоесть полностью, а с другой стороны, нельзя дать о нас забыть. Ну, я честно скажу, вот, если смотреться даже по наших, по украинских сайтах, да, вот, возможно, даже, хотя мы переживаем эту войну, у самих украинцев, я уверен, в том, от постоянной информации про это, да, вот, скажем так, мы бачили, ну, те, кто работает в этой сфере, сколько людей читали те же информационные сайты на начале войны, сколько это сейчас. Это все-таки трехи разные вещи. Да, да, ко всему начинается привыкание, да, шок, да, шок, который был в начале, шок, который был связан с Бучей Арпеньем, шок, который связан с Мариуполем, вот. Ну, соответственно, не хотелось бы большего шока, а если его не будет, значит, вполне естественная ситуация, когда, предсказуемо, когда люди начинают искать уже сначала утомляться, а потом искать этому конец, этому выход. Андрей, у нас, на жаль, буквально деколька хвилин лишается, но в некоторых вопросах еще хотелось бы про некоторые проблемы поговорить. Вот, в частности, вы начали говорить и про Ирпень, и про Бучу, и про Мариуполь. Вот сейчас, на сегодня, конец червня месяца, ситуация на фронте, как вы ее оцените? И, до речи, вот вчерашний удар по Киеву, что это было? Ну, это, скорее, по поводу ситуации к военным. Я не потому, что нет мнения, а потому, что все-таки на сегодняшний день, ну, там, скажем так, с этим надо быть достаточно осторожным. Ситуация, с точки зрения чистых фактов, да, не военных, да, ситуация сложная. То есть, да, есть Северодонецк, да, которого отошли. Есть, там, в Донецке Лиман, есть Лисичанск, есть выход, уже пишет информагентство, ну, то есть, уже Славянск. То есть, ситуация достаточно тяжелая, и на сегодняшний день, да, действительно, если мы говорим о утомлении людей и о желании как-то решить, то эта ситуация действительно как-то это закончит, например, тем или иной договоренностью. На сегодняшний день у Украины плохая ситуация именно для договоренностей. То есть, на сегодняшний день мы должны переломить ситуацию, что, возможно, с помощью поставок оружия и так далее. На сегодняшний день инициатива во многом, ну, с точки зрения захвата оккупированных территорий, российских войск оккупантов, соответственно, на сегодняшний день это для нас позиция невыгодная, то есть то, о чем говорили, что будем договариваться, когда поймем ситуацию на фронте, она должна для нас быть выгодной. На сегодняшний день решить ситуацию переговорами, это в Мину. Это невыгодная история, да, когда были два раунда Минских переговоров, Минск-1, Минск-2, да, то есть что тогда, и в первый раз это был Иловайск, и в другой раз это было Дебальцево, да, то есть невыгодная была ситуация для Украины, были подписаны певные документы и чем это завершилось вот на сегодня, на 2022 год. А выстрелы по Киеву кто-то трактует как раздратованность Российской Федерации, но в принципе это показатель того, что ракеты еще есть и будем еще стрелять, и, соответственно, плюс потенциального вовлечения Беларуси в противостояние, это тоже знак о том, что Россия, что она хочет перехватить инициативу полностью, если уже о чем-то договариваться, то на своих условиях. Поэтому на сегодняшний день, если мы говорим о старте каких-либо переговоров, это один из самых неудачных моментов как бы за последнее время, то есть переломы, который бы нам позволил иметь инициативу на переговорах, вот пока на сегодняшний день его нет, но мы все уверены, что он будет. Андрей, буквально хвилина-півтора лишается. Хотелось, чтобы подсумевать этот блок и подсумевать нашу программу. Вот ваша оцинка деятельности влади загалом, скажем, и в законодавшей, и законодавшей, и пилки влади президента в умовах в тех, в которых мы сейчас перебиваем? Президент действительно занимался тем, чем он должен, любой президент, заниматься по Конституции, то есть защитой страны, главнокомандующей, международные взаимоотношения. Парламент в данном случае отошел на второй план, но те решения, которые необходимы, он принимает. Будем ждать решений, которые связаны с ЕС. Вот это будут новые вызовы, не начнется ли там политика или какие-то другие подковерные там самые разные игры, которых всегда в парламенте было много. Ну в данном случае, а что касается правительства, мне как неэкономисту трудно оценить экономическую составляющую, но в данном случае все-таки правительство отошло на план, то есть есть президент, да, и в данном случае у правительства больше техническая роль, с которой они, ну, на сегодняшний день в целом справляются. Дальше будем смотреть, поскольку нас ждет, скажем так, экономические серьезные трудности, легче не становится, с точки зрения экономики она не то, что не растет, а в серьезном кризисе, ну и опять же осень-зима. Поэтому в техническом плане правительство, вот, мне трудно глубоко оценивать экономически, но она в тени, все органы власти на самом деле на сегодняшний день в тени президента, и это во время войны, я думаю, ну, нормальная вещь. А президент, есть мнения разные, есть уже упреки, но я думаю во всем будем разбираться после победы, на сегодняшний день мне кажется, что президент полностью, скажем так, выполняет то, что он должен выполнять, и является тем, кем он должен быть для страны. Все же, я вам дякую за эту разговор. Для того, нагадаю, сьогодні ми спілкувались з політологом, доцентом Дніпровского національного університету имени Олеся Гончара Андреем Клячинем. На все добре. Субтитры создавал DimaTorzok